Российская армия долгое время считалась армией, которая способна активно воевать на разных территориях. Кроме того, Россия даже демонстрировала это и на Ближнем Востоке, и у нас, и в странах постсоветских, свою способность проводить какие-то, и на африканском континенте особенно, свою способность проводить специальные операции, то есть дестабилизировать, собственно, глобальный безопасностный конкурт как таковой. И для меня загадка. Вот сегодня идет масштабная война. Репутации российской армии уже нет. Сейчас идет до уничтожения потенциала российской армии. И, соответственно, мало того, что потенциал российской армии будет уничтожен, будет уничтожен потенциал российского ВПК, и будет уничтожена возможность России эффективно и агрессивно проводить те или иные операции в других регионах, в других территориях. У меня вопрос. А зачем вы не хотите дать гораздо меньше денег сегодня, ну или не денег, напрямую военной помощи, Украине, которая это делает, чтобы вы на длительное время не имели больше головной боли под названием «что завтра и где завтра Российская Федерация будет проявлять свою агрессию», вы начинаете говорить о том, что нужно о чем-то договориться, чтобы что? Чтобы, условно говоря, Россия сделала работу над ошибками, апгрейдила свою армию, перестроила свой ВПК, перестроила свои специальные войска и с другим типом агрессивных действий начала работать на других рынках. То есть, чтобы вы больше тратили денег на собственную оборону через какое-то время, то есть, чтобы вы больше денег тратили на превентивное сдерживание Российской Федерации, в чем логика? Сегодня то, что мы делаем сегодня, это стоит одну сумму, если сегодня Россия не проигрывает, завтра это будет стоить в 10, в 15, в 20 раз больше с точки зрения затрат на военные нужды, затрат на обеспечение безопасности, затрат на обеспечение сдерживания России, ну и кроме того, хаотизация мира в любом случае будет, если Россия сегодня не проиграет.